Девушки отдыхают Девушки отдыхают В конце прошлой недели говорили о ситуации в районах области, где ресурсно-снабжающие организации выполняют свои обязанности плохо, то есть температура теплоносителя, как специалисты говорят, очень низкая, и люди для того, чтобы не замерзнуть, вынуждены каким-то образом обогреваться самостоятельно. А потом ресурсники платежки выставляют. Да, именно так? Да. Насколько масштабна эта проблема для районов и насколько серьезна ситуация? Не первый год ведь она уже, собственно, на слуху и наяву. Она на слуху второй год, второй год, когда пошли существенные такие выставления счетов. А вообще история, конечно, уже порядка 10 лет. И вы правильно сказали, что началось с того, что централизованное теплоснабжение, в первую очередь мы говорим о районах Тазуевский район, Налинский район, Кировщепецк. Есть, конечно, и в других районах, но там это массово. В Кировской области 893 собственника перешли на индивидуальное отопление в домах с централизованным отоплением. Из них 60% получили все законные разрешения. То есть, представляете, вас плохо отопят, вы приходите в администрацию и говорите, а можно я, раз мне все равно тепло недостаточно, буду утопиться сами. Вам выдают разрешение, вы получаете комплект документов, отключаетесь от системы отопления, то есть отрезаете у себя батареи, изолируете стояки. То есть, это даже дело не в том, что они плохо отопят, просто вообще отключаетесь от центрального отопления, да? Нет, но чтобы не было претензий, как вам посчитать тепло, вы просто отключаетесь, изолируете стояки, комиссия фиксирует, что да, действительно все это есть, и вы несколько лет живете спокойно, получая комфортное для вас тепло, газ, электричество, это уже, что называется, ваши проблемы. После этого, в 2016 году к вам приходят платежки, причем задним числом, начиная с 2014 года, и есть квартиры, которым платежки пришли на 100 тысяч рублей. То есть, вот за весь тот срок, пока вы пользовались автономным отоплением, вам приходит платежка, да? Не за весь, за срок исковой дальности, за три года, ну, в общем, людям пришли с 2014 года, и когда они начинают разбираться, ресурсники говорят, а мы не можем по-другому посчитать, есть два документа, которые между собой не совсем ладят, Это 354-е постановление правительства и 190-й федеральный закон. Они говорят, вот мы видите, вы же живете в многоквартирном доме, значит, часть тепла идет на общие нужды, там отопление подъездов, ну, прочее. Мы открываем формулу, мы посчитать по формуле нет в 354-м такого понятия, как общие домовые нужды на тепло. Поэтому мы, согласно постановлению, раскидываем на всех. И, несмотря на то, что услуга формально не оказана, тут происходит интересная ситуация. У нас же правовое государство, и все такие споры решаются в суде. И первые суды были такие, с точки зрения собственников, позитивные, решение принималось в пользу собственников, но уже на второй инстанции они не устояли и развернулись с точностью данной обороты. То есть, ресурсники обжаловали это? Да, да. И вот сейчас очень противоречивая судебная практика, но на этой точке она звучит следующим образом. Да, вы должны платить. Вы должны платить за то, что сами потребили, и должны платить за то, что вам выставили, и то, что вы фактически не потребляли. Причем на круглом столе мы постарались, как всегда, соблюсти единство мнений. То есть, у нас и был уполномоченный по правам человека, у нас была жилищная инспекция, у нас был наш Минстрой, ресурсники были, были главы администрации, которых это касается, были, в общем-то, и сами заявители, которые говорят, а мы не можем так жить, мы были вынуждены поступать. И, в общем-то, если говорить о том, к чему мы пришли, мы пришли к тому, что, конечно, вот этот пробел между двумя законами в законодательстве, он может устраним быть. И для этого мы даже понимаем, какие изменения надо внести в 354-е постановление правительства. Но здесь на местном уровне мы не можем. Нет, это федеральный наработительный акт. Мы можем дать сигнал, собственно, туда, наверх. Да, причем, если говорить о том, насколько мы уникальны с точки зрения страны, мы не уникальны. То есть, не только в нашей области. Не только в нашей области. Подобная ситуация, она и в других регионах есть, и она точно так же не очень просто решается. Правда, одно из решений все-таки обратиться к правительству Кировской области и попросить провести ряд рабочих встреч с тем, чтобы на текущий момент все-таки, это же всего две ресурсно-обляющие организации, они постарались не предъявлять вот эти квитанции дополнительные к населению. Потому что что получается? Ну, как бы, ладно, это те люди, которые могут себе позволить платить, а те люди, которые получают пособие субсидий, потому что они малообеспеченные граждане, как только появляется эта платежка, у них появляется долг, и они с этого пособия... Да, потому что у кого долг, тем пособие не дают. Причем мы говорим, да, окей, тогда признайте этот долг, есть возможность в рассрочку, и тогда все, что сверху 20%, будет платить государство. Но как только они это признают, так они обязаны будут это платить. Ну, в общем, такая непростая ситуация, поэтому мы, конечно, вышли с просьбой приостановить вот это предъявление платежек, потому что в других регионах это решается. То есть это нельзя решить каким-то указом или каким-то документом, но про это можно разговаривать. По крайней мере... Решаемо, на вашем... Да, по крайней мере... Это не домовое тепло? Нет, за все. За все? Сейчас происходит как? Берут количество тепла, потребленного домом, делят на количество квартир и говорят, ну вот как бы... Среднее арифметическое вычисляют. А ваша долька это вот столько. Ну, то есть не среднее арифметическое, а по площадям. Да, от площади исходят пропорционально. И кому-то 100 тысяч прилетело. Ну, с 2014 года. С 2014 года. В многоквартирном доме осталась одна квартира, которая не перешла. Причем... А, вот давайте немножко это самое запомним. Отступим. Закон допускает, что вообще на самом деле? Вот если сейчас впрямую подойти к тому комплекту законов, которые есть, надо было поступать как? Или всему дому переходить на индивидуальное отопление, и тогда вопрос снимается. Это общим собранием решается? Да. Все люди собираются? Хотим, хотим, зафиксировали документы, отнесли, все. Получили разрешение, отсоединились и все. Да, или наоборот, у тех, у кого сейчас дом есть и так, и так, и индивидуальное, и общее отопление, вернуться к системе, когда все-таки топить стали получше в районах, вернуться обратно к централизованному отоплению. Но люди говорят, мы привыкли, мы потратили деньги, кто нам эти деньги вернет, да у нас этих денег, в общем-то, чаще всего и нет. Ну, индивидуальные системы отопления, они, конечно, бывают разных видов, но это не дешевые удовольствия, в любом случае, затраты понесены. Да, повесить обратно батареи, восстановить стояки, это все работисто. Вот, в общем, ситуация непростая, и по этому пути ресурсники говорят, давайте мы восстановим. У нас появляются дома, в которых, например, есть одна квартира. Но когда есть одна квартира, допустим, вот в Зуевке был депутат, мы говорим, ну, вот депутатский корпус, вы вышатого рода-то, вы встретитесь, переговорите, мы встречались, мы говорили, давайте мы за свой счет вам сделаем переход на индивидуальное отопление. Но собственники квартиры говорят, нет. Это первая ситуация. Вторая ситуация, когда вот эти две-три квартиры, допустим, эти собственников просто найти не могут. Такое тоже бывает. Квартира пустая станет? Фактически, квартира стоит пустая. Или там люди другие проживают, а хозяев по закону нет. Найти не могут, да. То есть ситуация разная, но легче-то от этого никому не становится. А ресурсоснабжающие организации, поставщики тепла, в связи с чем такая ситуация сложилась, что низкая температура? И как они улучшили эту ситуацию? Проблема с котельными была какая-то лишняя? Была проблема с котельными, с топливом, с состоянием сетей. Состояние улучшилось, но не везде. С Светлополянска приезжали, присветили, они говорят, ну вы знаете, а у нас ведь все так же холодно. Минстрой сразу себе, что называется, карандаши, контактные лица. Вопросы записал, я думаю, что зима еще длинная. Но они в свою очередь говорят, мы вам выделили миллион рублей на улучшение системы теплоснабжения, а до сих пор не проторговались, до сих пор не освоенные. С другой стороны, Сергей Николаевич, вот смотрите, закон-то о защите прав потребителей не то, что запрещал, не отменял. А соблюдение нормативов? Нет, я имею в виду то, что если я услугу не получаю, я не обязан за нее платить. Ну вот вы знаете, закон есть, причем этот закон суды не применяют. И когда мы начали разбираться, у нас, в общем-то, есть... А почему его не применяют? Как бы они объясняют как-то? Вот суд вправе принять решение, не... Не мотивируя. Да, не объясняя его. На самом деле у нас наш эксперт Палаза Холкин, Олег Михайлович, вот он такой опытный, если мы его посмотрим, он послушал все мнения и говорит, ну вот его позиция на текущий момент, что не все возможности в судебном регулировании, и сторона потребителей использовали. По его мнению, суды рассматривают разные комплекты нормативных документов, а часть из них в качестве доказательства не может быть применима. Потому что если услуга, допустим, не оказывалась, то тогда порядок начисления услуги – это просто документы, не применимые при рассмотрении. Вот он тоже взял... С определенным ракурсом, да, как-то смотрят на эти вещи? Взял он этот вопрос, посмотрите, сейчас с точки зрения возможности помочь суде, но, по крайней мере, вот пошли по трем. Одновременно будем решать три задачи. Постараться изменить решение судов, пытаясь выстроить новую логику защиты – это первое. Второе – обратиться на уровень федерации, постараться внести изменения в 354-е постановление. И третье – чтобы оперативно снять эти вопросы, постараться найти механизм, чтобы ресурсно-набжающие организации, ну, по крайней мере, поставили вопрос предъявления на паузу. То есть как бы заморозили пока этот вопрос? Да. Ясно. А если так объективно взглянуть на эту ситуацию, то есть предпосылки для того, чтобы таких вот домов, квартир было больше и другие районы? Больше индивидуально? Я вот эту опасность ситуации, просто насколько есть предпосылки к тому, чтобы увеличивалось число индивидуально отопливаемых жилых помещений? Ну, это очень сложно сделать, потому что сейчас еще чуть-чуть законодательство изменилось, и сейчас вот этот перевод на индивидуальное отопление или, наоборот, возвращение, тут закон говорит даже не о большинстве, там, не о квалифицированном большинстве, там, не две трети. Вот эти решения принимаются ста процентами голосов. Это, кстати, не улучшает, а тоже ухудшает ситуацию. То есть сто процентов жителей и собственников дома, да? Да, должны принять решение, допустим. Да, разрешаем перевести, да, не разрешаем. То есть сейчас ни в ту, ни в другую сторону сдвинуться довольно сложно, потому что сто процентов голосов трудно себе представить. Именно так. Да и просто собрать-то физически невозможно. Именно так. Из законодательства тут как-то вот страховочка такая есть, да? Ну, такая странная страховка. Раз проблема уже возникла, она уже есть проблема, то сейчас получается, что один из выходов для нее перекрыли. То есть нельзя взять и отменить вот там это условно, вернуть в какой-то ситуации. Никто не к другой. Давайте паузу немножко небольшую сделаем. Сергей Улитин, руководитель Центра общественного контроля все эти ЖКХ региональные общественные палаты. Мы продолжим через полминуты. Давайте перейдем теперь к теме, которую мы уже неоднократно поднимали в нашей студии. Новая система оплаты за тепло. Ну, она как новая? Она хорошо забытая, старая. Какое-то время назад она применялась, и люди к ней были вполне привычны. Давайте об этом еще поговорим, потому что повторение мать учения. Да, ну просто напомним, что если раньше, скажем, в прошлом году мы платили, исходя там разносилась плата за тепло на 12 месяцев, то есть, как говорят, 1,12 мы платили за траты, то сейчас вернулись к системе оплаты, когда мы платим за те месяцы, когда услуга собственно предоставляется. И поэтому этот холодный период года, 8 месяцев, вот он как бы мы оплачиваем. С сентября по апрель получается, 4 месяца. Ну, если холодный месяц, то и с октября. И с октября, да. А бывает так у нас в этом году, он когда-то принят отключили? В июне, по-моему. В июне, 5 июня, по-моему. То есть такой период-то он ползающий, но как бы речь идет, что пока услуга оказывается, мы за нее платим. Никогда она не оказывается, мы не платим. То есть вот сейчас такой переход произошел. В СМИ уже появилась информация, появилась информация о том, что люди начинают получать платежки, и суммы их не радуют, то, что они получают за сентябрь. Я думаю, что в городе Кирове массово платежки вот на этой неделе начнут приходить. Ну, ко мне еще не пришло. Я жду на этой неделе, когда-то тоже жду. Интересно будет взглянуть. А что вам интересно? Давайте я спрошу, а у вас дома с прибором учет или нет? А вот не в курсе. Потому что если с прибором учет, то у вас в сентябре, скорее всего, будет ноль. Ну, ноль или сумма настолько незначительная, что вы ее не почувствуете. Сколько, напомним, давайте у нас в Кирове домов многоквартирных оборудовано приборами учета? Я думаю, что процентов 70. Процентов 70, да. Андрей Воробьев, руководитель ЖКХ Эксперта, примерно такую цифру называл 60-70%. То есть у тебя есть 70% вероятность, что в твоем доме этот прибор есть. Хорошо, давайте продолжим. Потому что чем отличается? Значит, там, в тех домах, у которых есть прибор учета, мы получаем на следующий месяц ровно столько, сколько показал прибор учета, сколько мы потребили тепла. Но если прибора учета нет, то тогда начисляются по нормативу. И уже вот здесь, вот это вот откуда берется 1,8, это как раз вот то, что норматив, который на 12 месяцев, он, в общем-то, так и считается. И тогда вот действительно в квитанции будут уже и за сентябрь. И причем цифры уже будут как бы вот исходя из норматива, деленного на 8, да? Да. То есть небольшой зависимости от того, теплый это месяц был или нетеплый, там, когда нам включили этот пример. Нет, там цифры будут одинаковые в течение года. То есть вот какое в сентябре мы получим, такое же будет в октябре, там, если у нас нет прибора учета, да? Но этот год еще у нас интересен чем? Кроме того, что мы должны привыкнуть, у нас же еще и переход. То есть мы до сентября-то платили по 1,12, и мы еще на начале лета забеспокоились, а что будет по концу-то года. По концу года никто не знает, потому что надо посмотреть, как мы проживем до января, насколько будет холодная. То есть вы говорите о той самой доплате, перерасчете, которая в начале следующего уже года нам придет, да? Да, в январе 2018 года возможно будет доплата, но мы всех, кого могли, потрясли, попытали. Это кого? Это ПАО «Т-Плюс», это Киров «Энерго». Ресурсников, да? Да, тех ресурсников, которые это считают. Управляющие компании тоже спросили о ваш прогноз, и они сказали, что для большинства домов доплаты не будет, а для тех, для кого будет, она будет невысока. Правда, сейчас идет информация, что это слишком оптимистичный прогноз, но мы пока в него верим. Хотя тоже еще раз просим информацию перепроверить. А максимально пессимистичный прогноз, он есть? Можем его озвучить? Если будет все-все-все плохо. Нет, ну а от чего это зависит-то будет уже? Так это уже случилось. То есть зависит от того, насколько вот эта 1,12, по которой мы платили, не совпадет с тем, что посчитают. И все. То есть уже ничего не изменится, просто еще пока не посчитали. У нас же как была 1,12? 1,12 это очень просто, это же не в этом году 1,12. Вот мы прожили в 16-й год, посчитали, сколько в 16-м году мы потребили, нашим домом разделили на 12 и начали платить вот это вот. В следующем году вот эту сумму в 17-м стали платить, да. Да, в 17-м заплатили, посмотрели на факт, сколько не попало. В начале 18-го нам предъявляют. Здесь уместно напомнить, что то, что нам предъявили в начале 18-го, можно платить с рассрочкой на 3 месяца. Это очень важно, потому что не все могут себе позволить сразу эту доплату платить. Ну а дальше как повезет, да. То есть если с холодного месяца, холодного года попали на теплый, мы можем ничего не заплатить. Более того, нам могут вернуть, и такие прецеденты есть. И наоборот, сперва был теплый год, потом сильно холодный, и тогда придется доплачивать. В этом году, кстати, мы доплачивали существенно. В начале этого года вы имеете. В начале этого года, да. Вот. К чему надо готовиться? Надо готовиться к тому, что непривычно, когда то, что мы размазывали ровно на 12 месяцев, допустим, 12 тысяч, это считается по тысяче, да. Если мы сейчас по факту размажем, у нас все равно даже это будет не так, что, допустим, 8 месяцев равномерно. Это значит, что в сентябре там или практически ноль, или маленькая сумма. Небольшая сумма, да. В октябре чуть больше. Это при условиях наличия общедымовых приборов. Да, конечно. Когда пойдут холодные месяцы, соответственно, там уже будут серьезные суммы. Декабрь, январь, февраль – это самые холодные месяцы. Там, конечно, суммы будут значительные. Вот ошибочно люди говорят, что мы станем платить больше. Они вырывают из контекста. В целом погоду мы заплатим ровно столько же. Но вот эти летние каникулы, если их так можно назвать, они у нас выливаются в то, что зимой примерно в полтора раза платеж будет выше. Платеж будет выше. Ну, тут, видимо, психология, потому что мы платим-то сейчас, а каникулы-то когда еще наступят? Ну, видимо, да. Когда придет лето, все вздохнут опять же с облегчением. Платежки-то меньше станут. Летом останутся деньги на путевку. Вот. В этом даже какой-то смысл есть. Но вот еще раз, вот это просто надо, чтобы у каждого в голове уложилось, особенно для тех, у кого в бюджете плата за тепло существенная, у нас в эту зиму мы будем платить больше за тепло. В платежках суммы будут выше. Это не значит, что тепло стало дороже. Это значит, что изменилась система оплаты за тепло. Это помним. Мы говорили, что для тех, у кого в сентябре в квитанции пришло ноль за отопление, надо сэкономить эти деньги, отложить на декабрь или на январь. А не бежать и находить применение этих денег. И мне кажется, на самом деле, надо просто чаще напоминать, что когда закончится отопительный сезон, то этой строчки не будет. Потому что не будет, да. Потому что вот как бы об этом забывают. Думаю, что вот сейчас мы так и будем каждый месяц, да, вот столько. То есть как бы страшного ничего не произошло, просто изменилась система оплаты. Ну, Центр общественного контроля в сфере ЖКХ Сергей Николаевич так иначе будет держать руку на пульсе, да, и при возникновении каких-то непонятных ситуаций все-таки будете стараться разъяснять и помогать? Одна из задач Центра — это просветительская работа, поэтому мы никуда не... У меня, кстати, еще был вот такой вопрос. Я не смог на него сам ответить точно, но я просто сказал, что, скорее всего, нет. Меня спросил человек, что вот, ну, смотри, сейчас платим 1,12, то есть на каждый месяц разнесено, да, а с сентября мы начинаем платить уже как бы вот за реальное потребление. Он говорит, а вот нам в сентябре 1,12 еще будут предъявлять? Или вот только до сентября это шло? До сентября. То есть вот такого двойного-то не будет, да? Нет, с сентября все самое. По 1,12 заканчиваем, начинаем по факту. Ну, я примерно так объясню, исходя из логики, что, в принципе, раз другая система, то не может быть две системы сразу. Вот такое опасение тоже было. Центр общественного контроля следит сейчас за ситуацией с подключением домов к теплу. Акция «Тепло в доме», да? Ну, мы те... Проходит, расскажите, пожалуйста. Мы открыли, как всегда, традиционно горячую линию. Давайте напомним номер. 38-14-77. Мы принимаем звонки по адресам. Но я еще раз хочу сказать, что вот у нас уже несколько лет в Кирове действует сайт Hot Water, на котором, в общем-то, видно и... Он такой простенький, но понятный. Я еще раз могу сказать, что я подтверждаю, что вся информация, которая сфаливается на этот сайт, все жалобы, все обращения, лично читает руководитель по АОТ-плюс и, в общем-то, достаточно оперативно на него реагирует. Вот это, если хотите, что называется, прорваться напрямую и дать информацию, это точно тот инструмент. Причем сейчас вот в городе началось, запуск тепла начался. Иногда едешь, допустим, из люка видно, что парит, да? Да, то есть... Ой, да. Наверное... Об этом тоже сообщать надо? Конечно, конечно. Вот, сегодня я видел. Причем вот эта модель, что, так, наверное, уже кто-то сообщил, ничего подобного. Вы не стесняйтесь, обращайтесь в Hot Water, для того и существует, чтобы... Будет 10 обращений, ничего страшного. Адрес идти один и тот же. Я просто подумал, вспомнил у нас сегодня предыдущие гости, когда сказали, что им пришлось домом решать такую сложную проблему, что им оставлять на 45 суток, да? Горячую воду или отопление, вот это всех удивило. Наверное, тоже надо подсказать, чтобы просто обратиться на этот сайт, сказать, что за странные вещи происходят. Ну да. Причем вот единственное, что надо понимать, что когда мы говорим, что у нас в доме нет тепла, то вопрос может развалиться на две части. Нет тепла, потому что тепло к этому дому не подходит. Не подали. По разным причинам. И вторая причина. Тепло у дома есть, но по разным причинам система или не готова, или есть какие-то проблемы, по которым не включается. Это не управляющая компания, которая просто не подключила. Да, это уже управляющая компания. Но причем вот как раз Hotwater говорит нам эту информацию, давайте мы, они взаимодействуют с управляющими компаниями. То есть как бы уже разделят они сами эту проблему, да? К тому именно обращаются, да? Да. То есть тут не надо самому разбираться. Звонки-то поступают на горячую? Да, поступают. По количеству прямо сейчас ориентировать не могу, не готов. Жалуются на отсутствие в этот раз таки? Конечно. Я думаю, если бы кто-то звонить, жаловаться на наличие горячей воды в доме. Ну, может наоборот. У нас тут жарко. Ну, вообще, смотрите, вот все вот эти акции, допустим, я не знаю, мы, наверное, сегодня поговорим про акцию «Темный двор». Да, конечно. Мы же понимаем, что если у тебя все хорошо, ну, обычно, что там, у кого плохо, пусть ей звонят. Поэтому, когда мы снимаем средства и понимаем, что, допустим, там по «Темному двору» там 30% недовольны, или там 18 говорят, что у нас все хорошо, это не означает, что ровно столько домов у нас хорошо освещены. Это означает, что из тех, кто позвонил, порадовались, поделились своей радостью на там 18%. Ну, по теплу из аэроскопов, то у нас, так называемых, по городу еще много кто не подключен? По вашим сведениям? Или, опять же, у ресурсников лучше, наверное, запрашивать эту информацию? Лучше у ресурсников, потому что настолько динамично меняется ситуация с этими подключениями, там, ну, буквально там, в течение дня, там, информации меняется картина. Меняется картина, появляются новые знаки, новые ямки роют, то есть где-то что-то происходит, видимо, еще какие-то разрывы есть, новое уже. Но с учетом того, как в этом году город перерыли, по крайней мере, вот и мы видим, и прогноз, что не без проблем, но полегче, чем в прошлом году, значит, то есть вложились. Рыли, значит, меняли. Рыли, меняли, да, но ведь как же у нас здесь объяснял вот этот руководитель ПАВТ-Плюс, что как бы в этом году им даже удалось в некоторых вещах профилактический такой сделать ремонт, то есть они просто уже знали, что эти трубы все равно пипснут. Предительный удар такой, да? Не стали просто ждать, пока они потекут. Вот в некоторых районах крупные такие замены сделали, так что есть на самом деле шанс, что лучше будет. Ну что, реклама у нас сейчас, да, традиционная для середины часа. И потом пойдем на темные дворы? На темные дворы, да. Наш собеседник, напомним, Сергей Улитин, руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ и общественной палаты Кировской области. Еще раз сейчас упомянем про акцию темные дворы, которые, к сожалению, наверное, или может к счастью все-таки. Ну, то, что он темный, это вот плохо. А то, что он становится светлым, это хорошо. Это хорошо, да. А то, что акция окончается, это плохо или хорошо? До конца октября, да? До конца октября акция проходит. И как раз-таки номер 381477, он тоже актуален и для звонков именно по этому поводу. Давайте напомним, в чем суть. Мы в 2015 году задались вопросом, насколько хорошо у нас освещены дворовые территории. Оказалось, что, мягко говоря, не очень хорошо. В 2015 году к нам поступило 471 звонок и 97% позвонивших сказали, что у нас отсутствует освещение во дворе. 3% сказали, что недостаточно освещения. Ну, и, в общем-то... Ну, и все понятно уже. Все понятно, но при этом мы говорим, что освещение, это что? Это комфорт? Это как бы приятно. Это безопасность. Это безопасность. раз в 2015 году и ситуация менялась. И на текущий момент мы имеем 18% я уже говорил чуть пораньше, что сказали, что у нас все хорошо. Это какой-то опрос проходил? У нас... Или вы просто по звонкам смотрите? Значит, по трем каналам. Первый канал это звонки. Опять же, 38, 14, 77. Это у нас страничка ВКонтакте и голосование на сайте общественной палаты. Общественной палаты, да. Мы почувствовали, что у нас мало звонков. Мы еще провели акцию, привлекли Молодую гвардию. Они раздавали листовки из трех местах города. Там тоже были телефоны и все контактные. Поэтому у нас на конец прошлой недели было 463 обращения, из которых вот я уже сказал 18 говорят у нас все хорошо. 48 и 9 у нас ничего нет, все отсутствует. И 33, один... Ну, 33 процента сказали, что недостаточно. То есть половина говорит, что все отсутствует из тех, кто принял участие. И где-то треть говорит, что есть, но слабовато. То есть ситуация по сравнению с 15-м годом она... Ну, сдвигается, по крайней мере. Ну, чуть-чуть. Ну, да. По крайней мере... Ну, как чуть-чуть. Если 97 процентов позвонивших... А, простите, да, да. Сказали, что ничего не освещается, а тут уже 48... Причем вот эти 33 процента недостаточно, это же вещь такая субъективная, да. То есть во всех ли углах горит свет, надо ли, чтобы он во всех углах горел. Это вопрос такой. Причем мы видим, что две вещи. Первая поработала администрация, но поскольку формально это не полномочия администрации, а это обязанность собственников обеспечивать свет во дворе, то мы предположили, что... Потому что придомовая территория является общей собственностью, напоминаем. Да, освещение дворовой территории не попадает в полномочия муниципалитета, хотя по старой памяти Кировсвет у нас большую часть города во дворах освещает и платит за это, и лампочки за свой счет меняют. Ну вот у кого осталась такая старая система, тем повезло. Вот недостаточно. Мы еще считаем, что ситуация сдвинулась, потому что начали активно устанавливать управляющие компании при подъездное освещение. То есть вот те фонери, которые в подъездах восстанавливались, сейчас с этим стало точно получше в целом по городу. Возможно, это повлияло тоже на ощущения жителей. То есть ситуация улучшилась, по крайней мере, по тем звонкам, которые есть. Это нас радует, но не до конца. Мы те обращения, которые недостаточно или отсутствуют, направляем в три адреса в управляющие компании, в администрацию города и в жилищную инспекцию. Ну это так получается, так как все равно решать этот вопрос с собственником жилья. Решать? А вот знаете, не совсем. Так выясните как. Там, где просто не горят фонари по причине того, что перегорели лампочки, мы же понимаем, там, где отсутствует, это же тоже попадает туда же. Все очень просто. Оставляется заявка и освещение восстанавливается. Силами еще раз Киров Света, которые муниципальные предприятия. Если проблема не с фонарем, а с линией, которые питают. много снабжением, да. Но столбы стоят. Но можно предположить, что будет решаться по такому же пути. Вот если фонарей не было и нет. Вообще столбов нет этих. Столбов и проводов. Вот тут уже за счет собственников это делается. Но надо понимать, ну, в общем-то, с точки зрения многоквартирного дома поставить несколько столбов или закрепить их там на уровне второго этажа, это с современными устройствами не так дорого. 20 тысяч на хороший светильник с столбом это вполне посильные деньги. Много квартирных домов раскинуть, да? Конечно. Причем и потреблять они сейчас стали мало. Хороший там прожектор 20 ватт всего. Раньше там 200-300 ватт было. То есть даже с точки зрения текущей эксплуатации это достаточно разумные средства и этим точно надо заниматься, не пренебрегать. Это же в общем-то и мы же понимаем, что и безопасность людей и в том числе безопасность автомобилей, которые тоже и вскрывают и безопасность имущества, скажем так. Да, имущество. Личное имущество, да. А такие ситуации встречаются? Освещение то есть, то нет. То погаснет, то потухнет в старом анекдоте, да? Да нет. То зажжется, то нет. Да нет. Чаще всего уж или есть или нет. Причем у меня такая я уж там приоткрою тайны когда депутатом был по своему округу. Гордумы. Да. Очень часто люди приходили и говорили, ну вот у нас свет не горит. Нам никто ничего сделать не может. В общем-то через какое-то время я говорил, я обещаю, что в вашем доме свет будет в течение недели. И они твердо верили, что вот наконец-то депутат что-то может сделать. В общем-то а я поступал очень просто. Я первый раз задал вопрос в Кировсвет руководителю. Говорю, а как? Он говорит, звоните нам. У нас есть специальный телефон. Звоните. Это примем заявку. У нас просто нет информации, где надо менять освещение. Я спокойно звонил на общих основаниях по телефону в течение недели восстанавливали. И депутат совершал чудо. Быть депутатом не так уж и сложно. Просто нужно знать, куда позвонить. Сергей Николаевич, получается так, что алгоритм на действие. Вот я выхожу, а у меня двор темный. То есть я хочу эту ситуацию исправить. Я могу тоже взять позвонить в Кировсвет или все-таки лучше обратиться к вам? Нет. Я уже давно не депутат, управляющая компания. Для этого есть. На самом деле все очень просто. Первое, есть ли столб, на котором висит фонарь, висит ли на нем фонарь. Если так, то тогда проще восстановить. Если ничего нет, то через общее собрание принимать решение об организации освещения дворовой территории. Чаще всего, мне кажется, столбы-то есть просто либо провода где-нибудь поапсыпали, либо что-то еще нет. Не самое часто. Сильно заблуждаю здесь. По каким-то причинам у нас не были предусмотрены вообще столбы. Те дворы, где я хожу, столбы-то стоят, понимаешь, только там свет нет. Мы же вот как раз от чего возникло-то. Идешь, допустим, Октябрьский проспект, хорошая, освещенная, прекрасная магистральная улица города. Заходишь в дворовую территорию, а там столбов в принципе нет. Становится страшно. Значит, если столбов нет, тогда надо собирать собрание жильцов, да? Да. Собирать собрание жильцов и решать вопрос вот с этой точки. Обращаться в управляющую компанию, которая должна это все организовать. Три минуты у нас остаются до конца нашей программы. Давайте тема еще немножко капремонта. Коснемся все-таки Центра общественного контроля в сфере ЖКХ. Это одна из структур, которая следит за ходом капремонта. И вот буквально недавно у вас был выезд очередной. Как оцениваете на данный момент программу? Мы ожидаем, что программу сделать в полном объеме в этом году не успеют. Опять? Опять. Причем могу сказать, что на совете фонда было принято решение на следующий год даже пересмотреть стратегию и пойти по пути других регионов, в которых программа реализуется успешно. Что изменится? Если раньше на каждом доме мы делали что-то такое. То есть программа была сформирована так, что в каждом доме кому-то досталась крыша, кому-то фасад, кому-то система отопления. В общем, вроде и поделали что-то, а лучше не лучше стало, даже понять невозможно. Сделан акцент на комплексность, то есть заходя на один дом делать большие виды работ. В некоторых случаях в том числе может быть и выселяя людей, но про это пока только так осторожно проговорили, подумали, что пока такой подведен нет. То есть комплексность, крыша, система отопления, фасады, чтобы утепление стен и все прочее в фасады входят. Чтобы люди видели, что действительно дом стал лучше. А то мы ездили в комментарий дом все хорошо и крышу сделали, но крышу с улицы не видно, подвал с улицы не видно, трубы с улицы не видно. Вроде ничего не изменилось. А сам домик как выглядел, так и выглядит. Хотя на самом деле он стал существенно лучше. Первое, это изменить подход и второе, мы в этом году поменяли стиль работы, мы начали появляться на объектах, которые еще не закончены работой. И на самом деле контролеры поменяли стиль работы. Да, мы без предупреждения стали являться. Почему? С предупреждением, но до того момента пока все работы закончены. И, например, поднимаемся на Калинина, на крышу, отличная отремонтированная крыша, но дефлекторы на вентиляции почему-то только покрашены. А что с ними должно быть? Так это же капитальный ремонт. То есть они должны быть заменены вообще? Конечно. Стоим внизу и говорим, все, денег хватает, дом большой, денег хватает, да, не переживайте, все, но пойдемте посмотрим, выходим на крышу, а и крыша-то сделана хорошо. И вот так вот, я говорю, вы подрядчики, вот это денег стоит, ну тьфу, в пределах той суммы, которая вам выделили, ну да, мы сделаем. То есть вот все равно вот такие вещи, когда по ходу, наверное, они... То есть глаз до глаза за ними нужен? Да. Комплексный подход, как вы сказали, в Капремоинце, когда будет решение тоже приниматься? И кем? Я очень... Это решение, оно идет через изменения областной программы. Я думаю, что на 2018 год уже будут изменения. То есть правительство в программу на 2018 год будут уже внесены изменения? корректировка программы. И там будет именно вот такая скорректированная программа в плане стратегии, что делать вот не понемножку на каждом, определенные дома и сделать их уже от и до. В общем, об этом нужно уже непосредственно подробно разговаривать с представителем правительства и руководством Фонда капитального ремонта. Но планы такие есть. Планы такие есть. Ляпсы с этого года тоже есть. Их, конечно, стало меньше. Подрядчики научились работать. И, в общем-то, и законодательство немножко изменилось получше так, что в более короткие сроки можно проторговать виды работ, не останавливать. И если подрядчик по какой-то причине отстранен, он может со вторым сразу же заключать договор не новый конкурс. То есть ситуация двигается в этом плане и улучшается. Спасибо за беседу. Сергей Улитин, руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ и Общественной палаты нашего региона. Завершается наш мужской понедельник на сегодня. До встречи завтра. Я, кстати, не прощаюсь. В программе особое мнение еще. Услышимся через 20 минут. Спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова